Ну что ж, а теперь переходим к первому этапу. Перед тем, как к нему перейти, обычно у детей я спрашиваю, вы готовы? Наш с вами форум отвечают, да. Если готовы, то мы начинаем. Первое, что мы делаем на первом этапе, это я задаю вопрос. Как вы думаете, первый этап, он самый легкий или самый сложный? И тут начинается дискуссия, начинаются сомнения. И все эти дискуссии я останавливаю фразой. А давайте сначала посмотрим, что на нем нужно сделать, а потом мы сделаем его. Самый легкий, он или самый сложный. Прошу одного из детей назвать любой цвет. Ну, это может быть абсолютно любой цвет. Допустим, синий. Когда я беру кубик, ставлю его и говорю, я правильно держу кубик? На что дети хором отвечают нет. Потому что чувствуют, что если выбран синий цвет, значит синий центр должен быть сверху. Они это чувствуют буквально на подсознании. Тогда я говорю, а теперь? Они говорят, а теперь правильно. Я говорю, все, на этом первый этап закончен. И, как правило, это сопровождается детским смехом. Не понимают сложность, не видят ее. И дальше я объясняю сложность первого этапа и почему я выделяю этот первый этап как отдельный. Я делаю это так. Говорю, сейчас я вас загипнотизирую. Делаю пару движений руками со странными словами, типа И говорю, теперь вы загипнотизированы и вы не видите кубик. А что вы видите? И они начинают опять фантазировать, придумывать что-то. Ну, кто-то настаивает на том, что они все-таки видят кубик, и я их не загипнотизировал. Я говорю, что сейчас вы видите не кубик, вы видите трехэтажное здание. А на крыше этого трехэтажного здания находится синяя. И делаю небольшую паузу. Дети понимают, что они должны продолжить мою мысль и говорят, синяя деталька, синяя наклейка. Я говорю, нет, синяя вертолетная площадка. Что будет с нашим зданием, если мы сделаем вот так? Дети говорят, что вертолет упадет. Я добавляю, что не только вертолет упадет, что еще здание разрушится. И все жители, которые в нем живут, погибнут. Поэтому нам нельзя перехватывать кубик. Если мы взяли его синим центром вверх, значит на протяжении первых нескольких этапов сборки мы должны его держать синим центром вверх. И в этот момент дети все равно не понимают важность первого этапа. Тогда я добавляю, что есть такие ребята, которые, послушав все то, что я им рассказал, начинают делать второй этап как-то так. Это опять же сопровождается улыбками, смехом и так далее. Ну, на этом, собственно, первый этап и заканчивается. И мы переходим ко второму. Уже понимая, скажем так, уже понимая важность первого этапа и понимая, как важно не перекладывать кубик на второй этап. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за внимание. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok